Всем добрый вечер! С вами канал Питомник Милый и я Людмила Грабунова. Сегодня ездила в город, хочу привести в порядок свой рабочий стол. Купила клеенку, кухонную, кухонную. Здесь все у меня ровно, метр пятьдесят. А вот здесь длинная. Думаю ли оставить или все-таки обрезать, пока не знаю. Это был такой остаточек. У меня стол как раз метр пятьдесят на девяносто. Он изначально был широкий, мне неудобно было тянуться. Он не имел своей функциональности. Я попросила, мне его укоротил строитель. Сейчас получается, что мне можно подойти и здесь, и здесь, и здесь. Здесь у меня дополнительная досветка. Сейчас основная досветка, она вся выключена. Это теплица-хранилище, два в одно. Здесь находятся крупнолистные, невеста, болеро. И покажу вам сейчас, я типа рисовек здесь оставила. Думаю, буду перебирать сейчас удобрения, заодно показывать вам, чтобы... Ну, полезность, приятно. Еще я сегодня взяла вот такую вот метражом силиконовую клеенку. Она подпыла. Надо было ее, наверное, растаять сначала, чтобы она ровненько вылежалась. Так. Ну, отлежиться будет хороша. Ну, вот здесь не точно. Придется край подрезать, потому что она жесткая. Я изначально хотела постелить или подложку белую, или фольгу, ну, теплитель. Чтобы, например, снимать вот видео, да, вот цветочки, горшочки. И был фон белый, чтобы было хорошо видно. Мой человек, где-то вот прямо листики отваливаются. Им холодно, но лист не скидывают. Лист не скидывают. Есть вот такие вот кусочки. Так, видите, не будет хороший фон. Вот здесь буду протирать. Вот это я, конечно же, ровненько отрежу. Ножницы не взяла. Я на самом деле в теплице бываю крайне редко сейчас. Я еще отдыхаю. Не наотдыхалась. Сейчас я занимаюсь ногой. У меня будет в ближайшее время четвертая операция. Будут фиксировать сустав. Это я так вкратце. Что у меня сезон, работать надо. А я бегаю, улыбаюсь, снимаю видео. Вот. А сейчас у меня начинается подготовка. Собираю все-все-все анализы. Дай бог, если это будет лето. Ну, возможно, раньше. Но я раньше не хочу, потому что мне надо сделать черенок. А потом буду уже прыгать, наверное, на костылях. Наверное. А по дому кататься на офисном стуле. Три года прошло. Вот так вот. Это я купила кипарисовик. У меня это брала в продуктовом магазине, в сети магазинов. Это кипарисовик Эллуги. Он такой мяконький, пушистенький. Он у меня вот в этой теплице. А тут что мне писали? У меня написано. Не коника ель. У меня коника есть. А саженец ель Глаука. Я про него еще не читала. Возможно, это ошибка сетевых магазинов. Надо почитать. Были вот такие горшочки. Она у меня стоит на верандочке. Там минус-минус-минус. Прямо как на улице. Вот так я пересадила. А это у меня будет стоять здесь. Вот здесь. По черенкованию. Там у всех руки чешутся. У меня вроде сегодня чуть-чуть мизинец почесался. Думаю, нет, нет, нет. Будем. Буду я еще. Подожду. Потому что я делала и в январе, и в феврале, и в марте, и в ноябре. И всякое разное. Ну, пока так. Пока я буду делать чуть позже. Хотя, если хотите, то можно. Я хотела вам просто показать удобрения. Какие у меня есть. У меня их много. Сейчас начала перебирать. Так, начинаю перебирать. Опа. Так, у меня ящички. Смотрите, вот так ящички. Пылинки уже, да, запылились? Так, где-то еще. Еще ящичек. Ведро. Ведро. Так, на стульчик. Вот у меня здесь офисный стол еще. Барный, вернее. Барный, 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 барный. Внизу у меня еще есть несколько мешков. Вот таких больших, разные удобрения. Вот. Смотрите. Просто хочу вам показать, что я запасалась ими постоянно, заранее. И так думаю, что в этом году я обойдусь на том, что у меня есть. Ну, вот, например, это у меня проф. Так, вот свитч. Где-то еще видела. Так. Свитч, но уже мало осталось. Это поверфон амино-марин. Так, я что-то не израсходовала его. Это вегетативная амино. Это черенки ранее обрабатывала. Абирон на дне осталось. Абирон. Вот этот японский препарат, он... Так, вот так, да? Он для трудноукореняемых растений. Я все думаю и думаю. Делать, не делать. Наверное, сделаю деревянный черенок. Вот с этим препаратом. Здесь у меня есть флоровит. Я им почти не пользовалась. Тоже почитать надо, по-моему, польский. Да, по-моему, он... Так, а где еще ящик? Не хватает еще ящика. А! Думаю, что-то не то. Спрятался. Ой. Ой, вот еще ящичек есть. Смотрите. Вот сколько у меня добра. Сейчас я вам не буду рассказывать. Для чего там каждый... Ну, примерно, приблизительно, да? Что у меня есть в моей садовой аптечке. Разбираюсь. Помимо... Ну, в процессе... Взяла также фертика люкс. Мне она также нравится. У меня есть бачок для полива. Я развожу там удобрения. Но это в сезон. Сейчас я ничего не делаю, не прыскаю. Редкий-редкий полив в этой теплице. Я поливала вчера буквально. Там раз в 10 дней. Потому что по холоду ночью здесь врубаются инфракрасные обогреватели. И они сушат растения. Проходи прямо очень сильно сушат. Полив. Если брать хранилище в заморозке, в термосе, вообще без полива. И еще, знаете, кажется... А, ну, сейчас покажу. Я ранее показывала. Куст фантома. Вот такой куст. Он был в заморозке. Я его принесла сюда. Показала вам. Так и оставила. Он здесь также спящий. Это вот такие вот... Вот такие... Ой, такие классные кусты. Такие большие. Кажется, как будто бы... Считается, что... Они заморожены и сухие. Нет. Когда растение оттаивает... Сейчас оно уже талое. Оттаяло. А оно влажное. Это они не высохли. Это все ошибочно. Они просто влажные. Не сухие. Окажется, сухие. У меня здесь бордоская жидкая. Это я после... Как из хранилища достать, пройдусь бордоской. Все буду читать сама по инструкции. Чего не знаю. Вот забыла. По трудноукореняемым. Я заходила в интернет сейчас и читала. Как чего делать. Также вам буду показывать. Есть у меня и проф. И не проф. Это Максим Дачник. Вот он. Где-то вот он. Где-то еще он есть. Остался немножечко мегафол. Ну, такой антистресс. Мне очень нравится им работать. Опрыскивание. Есть вот здесь пара, тройка. Фитоверм. Это от клеща. Это биопрепарат. От клеща я обрабатываю. Ну и принято обрабатывать разными препаратами. Меняй. Так. Ну и какие? Давайте от клеща есть. Вот уже давно у меня вот здесь вот в банках. Масай. Или я неправильно что-то сделала, но я его два раза не поняла. Так. Масай. Потом у меня есть японский препарат. Пипеточка добавляется. Капля на литр воды. Такой вот японский препарат. Это от клеща и болезни. Пипеточка капля на один литр. Здесь есть своя специальная. Куда-то я ее положила. Найду. Купила в обычном магазине в Семеном. Тепейки маленькую такую. Была большая упаковка. Ну, это здесь надо почитать. По-моему, на 10 литров. Ну, тепейки от белокрылки. Белокрылки у меня нет. Но была, когда у меня была мята. Зима стояла-стояла. Потом подхожу. Затронула, как полетела. Ух, я избавлялась от нее весь сезон. Сейчас нет. Вот говорят вообще только тепейки. Самые лучшие. Есть у меня прогнозы. Это я обрабатываю от мучнистой росы. Один бутылек на 10 литров. Надо меньше, тогда меньше. Так, ушла тема от клеща. Ну, Актара, как бы, это оригинально. Вроде бы не работает. Кто говорит, работает. Я понимаю, что это совсем не то. Ну, как-то мне она... Редко очень пользуюсь. Редко-редко. Есть у меня вертимек. Прямо тратила-тратила. Но вот осталось вот так вот. И дочке отливала. И Женя Белград отправляла бутыль с цветами с посылкой. Потому что у меня его много. Я им чаще всего пользуюсь. Конечно же, было привыкание. Его надо очень аккуратно. Буквально 2,5 миллилитра на 10 литров. Информация в интернете везде разная. Вот клеща. Так, у нас что-то руки заморало. Все чумазенькое. Так, от клеща что еще? Чем я... А, вот здесь. Sun Might. Тоже чередовала. Так, у Пети показала. Что-то у меня еще было. Вот это, вот это. Вот здесь от болезней. Тоже японские. Тоже читала все в интернете. Что у нас еще? Вот клеща. А, ну тогда, наверное, пошли уже... У меня еще ведро есть. Чумазенько, да, Сина? Давайте его так сейчас сделаем. Ящичком прикроем вот так вот. Ой, ну здесь у меня, конечно, всего только нет. Сделаем не так. Это убираю. Это допользовать надо. Ну, карбофос это жестко. Поэтому весна-осень я им прохожусь. Мне нравится также искра двойной эффект. Здесь таблетка. Таблетку надо одна на 10 литров. Но если я делаю на умницу на 2 литра, то я делаю четвертинку. Это чуть больше нормы. Но работает она хорошо. Когда в сезон отправляю растения, я развожу в зиме... В зиме у меня уже все, екнул практически. Развожу в умницу аккумуляторной маленькой. Вот на четвертинке режу. Одна четвертинка идет по 2 литра. А по инструкции на 2,5 надо бы. Если 10 мы делим, да, на 4, то 2,5. А у меня получается на 2. Это перед отправкой. Я прямо каждый беру вот так вот каждый кустик. Сверху, снизу вот так обрабатываю. Сейчас нет. Сейчас холода не обрабатываю. При получении... Ну, можете обработать. Смотрите. Так. Искры у меня много, конечно же. Еще у меня есть вот такие разные тоже японские препараты. Они не очень дорогие, разного цвета. Я читала, что 7-8 капель на 5 литров, что где на 10, я делала на 10 литров воды. Ну, сильного эффекта даже вроде бы не знаю. Поняла, не поняла, но вроде бы как работает. Ладно, это я вам показала, что оберон еще. Так, оберон. Очень мне нравится, ну, конечно, с ВИЧом, фунгицидом работать. С ВИЧ прогнозы показала. Прогнозом от болезней профилактика. И еще... Где-то я отложила. Еще скоро. Скор здесь одна ампула в зависимости от степени заболевания, заражения. Даже можно разводить ампулы и на 10 литров, и на 5 литров. И, например, если брать плодовые, груша. На груши появляется бактериальный ожог. Пар идет. Весь холодно. На груши бактериальный ожог. Я развожу на... Ну, раньше такая вот бутылка у меня была, да? Впрыскалка. Можно уже на маленькую, там, взем или умницу. На 2 литра. И почему бутылка? Потому что я опрыскиваю грушу, например. Каждый день, бывало и 2 раза, и через день опрыскала, утром или вечером, на 2 литра. Скоро одна ампула. Это чтобы не было бактериального ожога. Такие, как вот сохнет, да, края листья у груши. Она подсыхает и увядает, и погибает. Вот это очень хорошо помогает. Опрыскала из бутылки, бросая вкус свородины в тень. Прохожу мимо, и так, раз, два, три в день, пока бутылка почти не закончится. Это проходит в течение, например, недели. Это мне рассказывал знакомый агроном. Это делается так, примерно май месяц. Да, май. И потом где-нибудь в июле, до цветения. Так же разводим, и так же тогда бактериального ожога нет. А то, что остается четвертинка, довожу до полной и опрыскиваю, на что хватает яблоньки. Просто для профилактики. Вот, это проскор. Взяла я также, он для сера. Я ее интуитивно добавляю в бочочек. Ну так, вода мутная. Это вот для гортезии. Концентрат. Еще мне нравятся всякие разные от гуйских. Вот это калевая селитра. Она такая чумазенькая. У меня всякие-всякие разные вот эти здесь селитры. Очень я люблю секвестрен. Секвестрен Турбо. Такой красный-красный раствор. Разводить. Это от хлороза, беда и выручка. Это прямо, ну, самое-самое такое быстрое. Опрыскивать можно и поливать. Также у меня его много. Очень много вот разных. Еще есть. И пины. Это все куплено за мои деньги. Это я все покупала сама. Я делаю общий такой показ моей аптечки. То, что у меня есть. Это скопилось, конечно, за последнее время. Вот. Так. Тоже сера. Так. Карбофос. Десепины. Карбофос. Карбофосом еще ранней весной я пройду весь сад. Надеваю масочку. Потому что надо пожестче. Пройти или карбофосом, или вертиметом. Он такой более мощный. Листвы нет. Еще без листвы. По погоде. Это конец апреля, середина примерно у нас. Под Красноярском, Железногорск. Чтобы вы понимали, где мы находимся. У нас здесь и кислотоборная. Но я ей что-то не пользовалась. 5-10 грамм на 10 литров воды. Тоже попробовать надо. Микориза. Ноженький. Гумат Сием. Иркутские гуматы. Так. Эпин. Так. Это сюда. Сюда. Так. Здесь что у нас еще есть? Есть это кальциевая селитра. Я такие вот. Туда я пакет бросаю. В некоторые. И вот это вот. Насыпаю, чтобы не отсыривало. Так. Масая показала. Так. Это калиевая селитра. Так. Это мочевина. Сульфат калия. Тоже почитать надо. Как им работать. Здесь тоже у меня мочевина. Карбамид. Ей весной. Так. Сульфат магния. Ей можно работать весной. Так. Все в ящичках. Ящичках. Здесь у меня есть пакетик Плантофол 1054-10. Это для черенка. Для корневой. Буду опрыскивать. Еще в начальной стадии черенкования. Так вот. Также взяла еще и вот такие. Для гортензии. Еще даже не пользовалась. Всего 160 рублей. Здесь весна и лето. Весна и лето. Что еще? Еще брала спрей. Вот такой вот. У меня он. Почти новый. По листовой пластине. Вот так вот опрыскивать. Также беру вот агрикола. для крупнолистов. Для цветных. Поливаю для голубики. Такая калина, брусники, клюквы. То же самое можно применять и для гортензии. Вот. Весь у меня для голубых. Вот такой. Также колбачок на 10 литров. Поливаю в течение лета. Есть у меня акварин. Тодо водорастворимый для голубейки. Вот. Тоже так же. Очень мне нравятся хелаты. Вот такие хелаты. Я брала в Леруа. Всего 44 рубля. Я беру его упаковками. Еще я не видела, но слышала. Мне говорили, что от буйских есть хелат в сухом виде. Килограммовый. Ни разу не встречала. Ни разу. Но вот этот хелат, это от всего. Есть все микро-макроэлементы. Я добавляю практически в любую обработку. Когда я обрабатываю от клеща или даже с цирконом, я везде добавляю. Это вот буквально столовая ложка на 10 литров. У меня уже вот они как заканчиваются. Было у меня несколько упаковок. У меня и растений очень и очень много. Вот это Этамон. Этамон это проф. Он есть. Я видела Этамон Био в пакете Кивлируа также. Это для корневой. Это я опрыскиваю черенок. Зеленое мыло. Здесь. Это мне мама покупала уже. У Маткалия целый стоят новые. Биогумус целый. Вот новые стоят. Это брала мама. Сделано в России. Принесла я сюда градусник. Вот наверху показывают 5,3. Принесла я вот такой градусник. Здесь плюс один. Здесь, наверное, от стекла. И вот здесь у меня висит тоже плюс один, плюс два. Здесь разные виды измерения температуры. Вот сегодня разобрала, посоставила. Сейчас я посыплю в ведро. Немножечко у меня еще есть осмокот. И случайно нашла и обрадовалась еще буквально килограмма. Четыре у меня есть. Экзак стандарт. Осмокот я буду заказывать в ближайшее время. Два мешка по 25 килограмм. Это было 30. Там что-то одна тысяча с доставкой до Красноярска. ПЭКом. Ну, я дочке немножко там пакет отсыпала. И Жене по 5 килограмм отправляла. Остальное у меня почти все ушло, разошлось. Осмокот надо, ну, как пишут, там 1, 2-3 грамма, да? На... Холодно. На литр замеса я делаю не так. Я на бетономешалку 4 ведра бросаю там 3 горсти полные. Бросила. Потому что при применении осмокота я все равно растение кормлю. И осмокот, вот если я заложила его сейчас, кипарисовик, сейчас холодно. Он не работает. Он работает, когда, ну, 20 и более. Здесь вот зернышки, вот они здесь, тепла. И все равно я еще помаленечку обрабатываю. Весной буду обрабатывать это азот фосфор калий 20-20-20, 18-18-18, например. Вот здесь почему-то не оказалось, значит, не дома. Очень люблю монокалий фосфат. Также по черенкам работаю. Видите, я не агроном. Я делаю интуитивно все. Я вам там точно дозы сказать не могу. Потому что пробую сама, где читаю инструкцию обязательно. Нет на пачке. Читаю в интернете. Особенно проф. Не знала вообще, как это все переводится. Зашла на сайт японской препараты. И начала сравнивать коробочки. Все записала в свой блокнот, что как с этим работать. Я думаю, что вот этого арсенала мне на сезон хватит. Единственное, я куплю еще осмокот. Осмокот нужен мне всем. Это все-таки он для питомников. Он для горшечного содержания. Чтобы, если забыл чем-то покормить, осмокот работает. Особенно на хвойничках он работает просто. Вот в прошлом году у меня у туи, а не в горшках, был сумасшедший прирост. Он вообще огромный. У меня тую я брала, а стало 2,5 метра. Сантиметров 40 был прирост. Хочу их пройтись пуршатом. Почитала сегодня, завтра обработаю. Или накрою, мне так лень накрывать мешковиной. Почитала, пуршат заменяет укрытие. Что, ну, такие большие. Не все же укрывают. У меня одна сильно-сильно сгорела. Сейчас я на входе в горшках, а в феврале, и сейчас уже припекает сильное-сильное солнце. Может подгореть. Тую надо поливать. По погоде, ну, у нас, например, с марта месяца я поливала теплой водичкой. Потому что солнце припекает. Сок в ней, это смола. Греет хвою. Корень не работает. Надо поливать, желательно, комнатной, теплой водой. Чтобы, ну, шел удар, как правильно. Ну, чтобы циркуляция была именно сока. А если корень заморожен, соответственно, греет. Корень не работает и горит вверх. Ну, это вот приблизительно все вот так. Еще у меня есть, мама брала, я еще не пользовалась, сапропель. Органическое удобрение. Вот такой вот сапропель. Вот с собой все. Ой, у меня еще вот эти вот кальций, мячка. И еще я взяла вот 4 мешка. 3 или 4 мешка. Оми универсальное. Оно. Когда у меня заканчивался ранний осмокот, я добавляла вот это вот удобрение. Также грунт. Еще у меня есть бобуна форта. Там вот оставила черные баночки. Также им я пользовалась. Но одно не учла, что не отметила, где одно, где другое, где третье. Поэтому ничего сказать не могу. Ну, про осмокот работает оно вот так. Это я скажу абсолютно точно. Да, он дорогой, но мои растения должны быть красивые. У меня они все-таки не для развлечения выращиваю, а что я их вам отправляю на продажу. У меня есть сайт питомникерамила.ру или в интернете саженцы Людмилы Горбуновы. Сейчас у меня идет усиленная отправка метельчатых из термоса. Заказы принимает только сайт. Или мой телефон оставляет почти под каждым видео на WhatsApp. В крайнем случае позвоните мне, если не можете разобраться. Метельчатые холода не боятся. Сейчас активно закупаются. И знаете, сейчас большие заявки не 5-6 штук, а в основном это 10, 15, 20, 30, 50 штук. Люди берут на черенок, на ранний черенок. И отправляю, конечно же, и крупнолистные. Сейчас они вообще страшные. Прямо вот. Ну вот такие, да, здесь. Есть. Выбираю посимпатичнее. Их отправляю с утеплением. В фольге у нас будет 30 по 30. В понедельник отправим метельчатые, а крупнолистные с четверга будет примерно 10-15. С утеплением можно. Вот это вот страшный листик убираю. Я убираю, он опять сохнет. Вот. И это будет другое видео. Не спешим выбрасывать. Набиваются новые почки. Что черненькие, страшные. Но это будет совершенно другое видео. Все, я замерзла. Рассказала вам. Показала свои тут запасы. Вот. И по поводу, например, кормления в горшках мы высаживаем гортензии. В основном это почти торт. С небольшим добавлением грунта, земли. Кто-то без этого делает. Вот. И поэтому в торфе питания никакого нет. Что нужно обязательно поддерживать растение, чтобы оно не ослабло. Буду также вам... Ну, сейчас будет сезон черенкования. Показывать, рассказывать. Хотите, начинайте. Я чуть-чуть буду делать позже. Если прям вообще не втерпешь, у меня есть клондайк информации. Это плейлист черенкования. Там почитайте, вернее, посмотрите. Почитайте между строк. И так. Все увидите. Все наглядно и понятно. Тем более я показываю вам не в квартире, где-то в ящике. Вот. Я показываю вам результаты моего труда. У меня две теплицы. Это на втором этаже. Есть на первом. Три хранилища. Одно с баночками, с консервами. А другие подметельчатые, крупнолистные. Еще буду делать, вам покажу, еще одно хранилище под дома в Цоколе. Также для больших, входная зона, для больших кустов крупнолистной гортензии. В Сибири выращиваем ее в горшках. В горшках это удобно. Это такой мобильный сад. Переставляете от настроения, меняете. Не сложно. Если я, или мне сейчас помогают, и я таскаю по 200 воли горшков маточных, а еще так сколько, то уж 5-10, я думаю, можно придумать, куда убрать, отставить. Ну, какие же они красивые. Метельчатые, само собой, а крупнолистные. Ой, вообще, не передать. Ну, все. Подписывайтесь. Завтра проведу прямой эфир. Не знаю, надо ли проводить, но пока вроде решили, надо. Вот, будет в 1 часов по Москве. У нас-то будет 3 часа дня. Всем всего хорошего. До свидания. Я пошла в Грецию. Продолжение следует...